здравствуйте дорогие друзья фильме пушкин и дюма в качестве официальной информации упоминалось что когда дюма старший в 1858 1859 годах совершал поездку в россию то третье отделение тайно за ним следила а потом просто выпустила за границу как ни странно но именно этот момент вызвал у нас особый интерес нет не про дюма про него уже есть фильм а вообще как раньше в наши края заезжали иностранные путешественники центральное европейское туристическое агентство продавала путевки компетентные органы иностранных держав засылали шпионов на малоисследованные территории блогеры журналисты в объявлениях через газету предлагали съездить на раскопки каким образом иностранцы вообще знали куда ехать кроме москвы и петербурга а ведь по утверждениям официальной истории иностранцы были и их было много они только приключений итальянцев россии чего стоит понастроили понимаешь по всей россии кремлей и дворцов пройти негде но давайте спокойно проанализируем эту ситуацию и посмотрим на одного такого путешественника господина эдварда кларка который оставил не только впечатление но и подробное описание маршрута что для исследователей наиболее важно вы спросите почему мы решили рассмотреть именно эдварда кларка ну поехал он в россию до него что вы ездили на самом деле на это есть три очень веских причины первое нетипичный маршрут большинство европейских да и азиатских путешественников по россии передвигались по морям и основным рекам своих описаниях затрагивали побережье и основные города на реках артериях а эдвард кларк путешествовал по земле по обычным дорогам второе маршрут кларка о котором и пойдет речь далее пересекать многие места на которых была наша команда и проводила исследования очень любопытно будет посмотреть на одни и те же места в исторической динамике ссылки на фильмы с этих мест уже есть в описании по ходу фильма я буду отмечать их ну и третье критики и издатели называли кларка первооткрывателем в жанре записок путешественника именно благодаря маршруту по суше и нетипичным подробностям позволяющим по-новому взглянуть на ту или иную страну в 1799 году возрасте 30 лет он объездил большую часть европы скандинавию россию побывал в москве османскую империю константинополь кипр палестину египет балканский полуостров свое путешествие он описал в книге travels in various countries of europe asia and africa party the first russia tartary and turkey путешествие в разные страны европы азии и африки часть 1 россия тартария и турция путешествие по россии происходило в 1799 1800 годах эта книга имеет три тома но мы прочитаем 10 главу первого тома издание 1813 года пользуясь случаем хочу поблагодарить неустанную труженицу нашей команды марину за перевод книги с французского и синхронизацию с английским вариантом итак 10 глава книги эдварда кларка называется из москвы до воронежа по современным меркам расстояние такое уж и большое всего 470 километров по прямой по трассе на автомобиле можно доехать за семь часов если идти пешком то понадобится пять дней однако эдвард кларк посвятил этому отрезку целую главу уже будучи в петербурге в первой главе своей книги эдвард кларк пишет цитата в мае 1800 года наконец-то получил разрешение выехать в москву конец цитаты давайте вместе почитаем что он пишет о своем путешествии и по ходу чтения позволю себе вставлять некоторые комментарии сейчас мы должны покинуть москву где провели немало приятных моментов хотя и неприятных тоже было предостаточно то тягостное беспокойство когда ты окружен агентами и шпионами князя который правил в то время в россии такая участь ожидает всех англичан оказавшихся в россии все мы были узниками слова нам разрешили переезжать с места на место но под бдительным оком капризной и обеспокоенной полиции не выпускающий нас ни на минуту из своего поля зрения нас долго держали в неведении относительно даты нашего отъезда и дороги по которой нам можно будет ехать переезд через границу с ливонией становился все менее возможным из-за состояния дорог здесь сразу хочу отметить один важный момент во время путешествия эдварда кларка тула уже известно как город оружейников так как тула производила оружие для всей империи и тем не менее иностранного путешественника пустили через тулу вот просто представьте что сегодня посторонний человек попробует проехать в город озерск на урале не то что иностранцу гражданину россии туда вход заказом а в оружейную столицу в конце 18 века более того как мы увидим далее непосредственно на оружейный завод иностранцу оказывается можно было въехать без проблем отсюда можно сделать вывод что или в туле оружейное производство не было уж таким секретным или в российской империи были города более секретные тем более раз ему так долго не давали дороги по которой можно ехать тем не менее если разобраться кто же поспособствовал проезду иностранцев город оружейников то ответ очень легко находится в предисловии к самой книге эдвард кларк благодарит своего покровителя и спонсора лорда утварда жившего в то время в петербурге в качестве английского посла при дворе русского императора напомню что на тот момент на троне российской империи сидит павел 1 читаем далее наконец нам разрешили выдвинуться в сторону страны донских казаков и мы включили в наше путешествие если будет возможно посещение более отдаленных областей кубанской тартарии и черкассии мы получили наши долгожданные путевые письма и водрузив нашу кибитку на колеса двинулись в путь вечером 31 мая сначала заехали в контор нашего банкира близ москвы а затем проехав ночью всего 27 верст прибыли вместо нашей первой стоянки место называемое молодцы на следующий день 1 июня мы приехали в село молоди раньше люди здесь жили очень вольготно до тех пор как их нынешний хозяин не разрушил поселение до основания между молодцами молодями мы проехали подольск город уютно расположенный между двумя возвышенностями на реке москва но павел примечание переводчика император российский отменил статус города и снова сделал его селом через село молоди проехали довольно быстро по очень хорошим дорогам в село гришенко и серпухов последний очень похож на new market и своим расположением и предназначением и деревнями которые его окружают собственно ничего не напоминал нам о том как далеко сейчас от нашей любимой родины даже растение те же что и великобритании примерно в версте от этого города мы пересекли аку на пароме эта река впадает волгу в коломне это очень красивая река почти такая широкая как и темза и в ней очень много рыбы здесь отвлечемся буквально на секунду хочу отметить что а к это не просто название реки притока волги а к это целый пласт в культуре россии название нескольких рек сел и деревень название растения семейства кисличных единицы веса и даже мужское имя река к именно та которая разделяет тульскую московские области упоминается даже в древнеиндийском эпосе махабхарати причем не просто упоминается а содержит рассказ о происходивших тут событиях в 2020 году на примере реки ака мы рассказывали о других реках засыпанных грунтом в результате катаклизма ссылка на фильм есть в описании а мы читаем далее мы так долго задержались на почтовой станции серпухова в ожидании лошадей что уже наступила ночь на берегу аки мы увидели крестьян сидевших группами на берегу вокруг костров концерты хоров бесчисленных лягушек были слышны издалека как же прекрасен был вид текущей реки при свете луны сопровождении всей этой дикой музыки вся эта местность к югу от москвы и в других направлениях тоже довольно низкая без перепадов большая равнина простирается с востока этого города вплоть до тобольска в сибири и к югу она покрыта лесами и нет там никаких заборов некоторые части кембриджа похоже на то что мы наблюдаем в этой местности 3 июня проехав вязаны и село волочья мы прибыли в тулу столицу губернии с таким же названием русский бирмингем здесь друзья позвольте уточнить в английском издании этой книги про тулу написано что мы прибыли в русский шеффилд во французском русский бирмингем в оригинале книги эдвард кларк сравнил тулу с шеффилдом городом мощным имеющим огромное развитое производство и секреты производства в том числе оружейного естественно когда у тебя выделка железа с уникальными свойствами да ты все что угодно сделаешь из него потом кто-то принимает решение заменить это на сравнение на бирмингем который известен только как производитель оружия но это как сказать сначала что тула равно многофункциональный станок а потом сказать что тула равно станок по заточке ножей с ножным приводом улавливаете мысль вот как эдвард кларк увидел тулу издалека горы несколько строений и обратите внимание люди совсем крохотные на фоне гор про тулу у нас много фильмов в описании ссылки только на три из них которые по смыслу дополняют текущий фильм а мы читаем далее тулы на расстоянии зрелище весьма впечатляющие невероятно красивая церковь обрамленным раморными колоннами похоже больше на княжеский дворец нежели на место молитвы возвышается над городом занимающим очень большое пространство покрытое шпилями и куполами на въездах в город с севера и юга видны деревянные триумфальные арки выкрашены под мрамор разных цветов в древние времена тулу посещать было небезопасно лихие люди могли обобрать путешественников два счета на улицах города или проезжих дорогах сейчас тула большой индустриальный город производящий оружие для всей империи здесь производится все виды огнестрельного и холодного оружия столовые приборы стоило нам заселиться в гостиницу как толпы ремесленников заполнили холл предлагая ножи пищи перья катушки для намотки шелка ножницы и штопоры продукции в туле много но качество оставляет желать лучшего здесь снова отвлечемся и я замечу что француз переводчик в корне не согласился с автором и объяснил в сноске что англичане настолько кичатся своим железным производством и заводами что просто не способны признать что другие народы производят качественный товар однако при этом он заменил разноплановый шеффилд на узко специализированный бирмингем при работе над фильмом нам попался справочник по коммерческой географии начала девятнадцатого века этакий сборник где что почем желтые страницы про тулу в нем сказано следующая цитата тульское производство скобяных изделий инструментов домашней утвари и прочих изделий из железы и меди способна полностью покрыть потребности всей россии экспорт этих изделий ограничен торговля тульскими изделиями настолько широко распространена что способна вытеснить все скобяные товары англии конец цитаты читаем далее книгу кларка видит улу в современном состоянии невольно делаешь вывод что она не приносит больших прибыли россии жители страдают от нехватка воды для нормального функционирования заводов и жизни вообще иногда рабочим не хватает питьевой воды что уж говорить о производстве где требуется огромное количество воды опять отвлечемся на минуту так как сразу возникает вопрос тула стоит на реке упа далее это отмечает и сам кларк а упа это хорошая такая река а в девятнадцатом веке по некоторой официальной информации упа еще была даже судоходной как могло не хватать воды понимаю вопрос риторический читаем далее у нас было письмо к одному из главных людей на заводе поэтому мы смогли смотреть там все что хотели гидравлический пресс плохо налажен и не имеет достойного техобслуживания исходящий продукт какой-то сырой как сготовка рабочие с длинными бородами переглядываются им кажется странным что кто-то ими распоряжается они попросту к этому не приучены тогда как их начальники либо пьяны либо спят примечание к этому месту указано что этот завод выпускает 1300 мушкетов в неделю улицы тулы мощенные камнем местные лавки общественные места и ремесленные мастерские функционируют очень деятельно как нигде в россии количество купцов включая собственников магазинов и лавок составляет 4000 человек некоторые купцы очень богаты торговли города не считая местного сталелитейного производства включает европейские товары греческое вино и другие турецкие товары количество жителей тулы оценивается в 30 тысяч только имперская фабрика дает работу 6000 рабочих город расположен в слегка наклонной долине на берегу реки упы здесь поясню что под имперской фабрикой эдвард кларк имеет виду тульский оружейный завод а данные по количеству жителей существовали и видимо преимущественно в рукописном виде опубликовали статистику за 18 век только в 19 веке в российской государственной библиотеке есть книга бумаги императора петра первого изданная типографии второго отделения собственной ее императорского величества канцелярии в 1873 году в ней указано что в 1722 году во всей тульской области было 13 тысяч двести шестьдесят три двора читаем далее в окрестностях мало лесов хотя достаточно для потребления местными жителями благодаря тому что все используют печи позволяющие экономить топливо несколько поленьев утром достаточно чтобы протопить печь они поддерживают устойчивую температуру в течение всего дня и последующей ночи если печь правильно построена и расположена то просто невозможно представить конструкцию более удобную и экономичную для отапливания помещений в англии печи обычно чугунные а это не только малоприятно но и очень опасно в небольших помещениях почему же мы никогда не пробовали внедрить русские печи или шведские печи в нашей стране учитывая насколько у нас дорогое отопление пусть нам объяснят те кто настаивает на нашем дорогом и не приносящем радости отоплений большинство тульских домов деревянные но количество каменных домов растет с каждым днем строительство множество новых зданий является доказательством роста населения друзья сейчас я просто обязан обратить ваше внимание на фильм взрыв над тулой или забытая война так как здесь кларк описывает уже возрождающуюся после катаклизма тулу ведь в английском издании про мостовую так и говорится что ее чинят восстанавливают читаем далее мы видели женщин на работах по мощению улиц кстати мостовые содержатся в очень хорошем состоянии одеваются женщины когда не заняты на работах очень авантажно белая рубашка покрывает руки и грудь сзади она повязана поясом обнимающим талию и повязанным бантом под грудью железодобывающие шахты рядом с городом очень значительны они занимают площадь более 10 миль в довольно гористой местности покрытый густым лесом большая часть поверхности покрыта месторождениями железа но она намного богаче к западу от города железо лишь немного прикрыта смесью песка с землей хотя песка намного больше самом глубоком залегание 14 дюймов толщиной знаменитый металлургические заводы демидова расположены в 38 милях от тулы берут свое сырье именно здесь тут речь идет о бывшем дугнинском металлургическом комбинате мы его успели заснять как раз во время сноса в сентябре 2018 года ссылка на фильм есть в описании а мы читаем далее на выезде из тулы мы съехали с прямой дороги москва херсон и видимо повернули на юг к воронежу покинув тульские возвышенности мы едем по бесконечной равнине покрыты чахлой травой на которой пасутся стада это направление мы выбрали не без некоторого беспокойства боялись мы что наша кибитка не выдержать состояние дорог но дорога оказалась довольно высокой и прямой достойный города они степи и к нашему величайшему удовольствию до воронежа мы ехали без особых сложностей даже самая хрупкая кибитка здесь бы проехала без осложнений особо обращая ваше внимание друзья что с момента отъезда из москвы кларк периодически говорит о бескрайних степях но в наше время в этой местности леса произрастают очень даже неплохо читаем далее это широкая равнина подарила нам прекраснейшую из дорог в мире не исключая и шведских трава тут растет плохо но основательно прям как в сасексе преимущество в том что она равномерно как океан который простирается до бесконечности и не на чем зацепиться глазу вид стулы с высоты по дороге ведущий сторону воронежа прекрасен во всей россии мы еще не встречали более приятного вида город его многочисленные белые здания купола возвышающиеся шпили деревья окружающие поселения рассредоточенные долине пасущиеся стада все это может вполне удовлетворить взгляд очарованного путника воздух насыщен множеством звуков работающие мануфактуры перезвон колоколов мычание коров и других домашних животных переплетающиеся в многоголосие с выкриками крестьян то затихающих мотив местной песни то хлопающих в ладоши то наигрывающих незамысловатый мотив на дубке вдали видны многочисленные караваны из украины из дона тянущиеся длинными цепочкам по долине все это настолько не похоже на сцены которые мы наблюдали в северных районах что мы на миг представили что перенеслись в другой климатический пояс но очарование длилось недолго далее идет описание дедилова каким его увидел эдвард кларк чем не описание постапокалипсиса читаем невозможно себе представить место более убогое чем город или деревня дедилов место нашей первой остановки в двадцати милях от тулы состоит она из нескольких дощатых лачуг грубо покрытых соломой лачуги окружены подобием стены из уложенных в два ряда стволов деревьев наполненных внутри грязью деревни расположены на совершенно голой территории наполовину на холме а вторая половина у подножия холма издалека кажется что это не лачуги а куча навоза или стаги сена и только приблизившись путник может убедиться в том что там живут человеческие существа с трудом верится в то что дедилова отмечен на карте российской империи как город восточных областях империи много таких несоответствий атласу нужно однако отметить что такое убогое состояние дедилова связано с несколькими катастрофами которые же опустошали некоторые красивейшие города мира этот город стал жертвой разрушительного воздействия и воды и огня пожары разрушали его до оснований несколько раз что жители опасаются даже вида курительной трубки староста деревни увидев мою трубку отправил ко мне посланника с просьбой не курить особенно на ветру а то любая искра может снова продить пламя рядом с более крупной частью дедилова есть огромное озеро заполненной водой раньше это была сухая земля как и остальная часть местности и густо застроенная домами но внезапно подземные воды вырвались на поверхность и смели с лица земли все эти дома за одну ночь а само место стало озером а так как местность тут довольно болотистая почва пористая и илистая вода находится совсем близко от поверхности земли то можно опасаться что рано или поздно подобные разрушения произойдут повсеместно а то что случилось в недавнее время лишь подтверждает эти опасения тем более что совсем рядом от выше указанного озера подобная катастрофа создала еще одно озеро жители дедилова нищие крестьяне дошедшие до края бедности пахота их единственное занятие снова отвлечемся друзья один из таких провалов грунта именно в дедилова мы засняли во время экспедиции в 2019 году мы успели как раз вовремя и засняли все слои грунта во всей своей красе фильм про дедилова есть в описании следующая часть книги кларка начинается с богородицка и усадьбы бобринского а так как бобринский сын орлова то путешественникам сказали что это орловская земля и кларк отметил что ехал в город ефремов через орел обращаю ваше внимание друзья на маршрут эдварда кларка вот здесь орел вот здесь богородицк а вот здесь ефремов читаем далее на следующий день 5 июня мы приехали в богородицк на холме возвышающимся над городом видна прекрасная усадьба принадлежащие бобринскому предполагаемому сыну императрица и граф орлова прилегающая территория содержит лучшие земли в россии засеянные пшеницей и простирается на площади 16 квадратных миль имеет 70 тысяч крестьян здесь вы переезжаете из города в город не замечая ничего кроме пшеницы это самая плодородная земля империи дороги настолько хороши что телеги крестьян груженные камнем ездят туда-сюда на деревянных колесах без какого-либо усиления эпоха постройки этого маленького города относится к смутному времени жители начали вести архивы при федоре алексеевича купцы стрельцы пушкари с примерно сотни солдат инвалидов были тут единственными жителями возделывание земли вроде как с тех пор их единственный доход но земля настолько плодородна что даже крепостным есть что продать сверху рожая они свозят урожай пшеницы в тулу и калугу также здесь производят в избытке мед чтобы снабжать эти два города после богородицка мы ехали по бескрайним долинам и не видели никаких заборов затем въехали в село никитское окрестности которого за последние несколько лет стали намного лучше возделываться раньше они окрестности походили на пустыне которые русские называют степью и которых так много к югу от воронежа старая никитская раньше располагалась в заболоченной низине очень нездоровой местности что подвигло жителей перенести свои жилища на возвышенность где это село и находится сейчас но так как селяне поленились использовать материалы прежних жилищ на новом месте они надумали поджечь покидаемые дома пламя постепенно хватило все строения и пожар с огромной силой бушевал 6 месяцев сейчас жители очень страдают от отсутствия леса жители сильно страдают от отсутствия дров при этом они даже не пытаются добыть торф чтобы протопить свои жилища далее мы проехали большие платы и вскоре после этой деревни слева увидели красивый лес затем мы приехали в ефремов неправильно написаны в берлинском атласе как еремов это маленький незначительный город выстроены на высоком холме у подножия которого протекает река впадающая в дон называется она мечи или меца но люди произносят ее название как меша или меха после поездки по монотонной равнине появление холма и реки целое событие для путешественника друзья река сейчас называется красивая меча по нашей экспедиции к ней в ефремовском районе вышло аж пять фильмов места действительно необыкновенно красивые посмотрите сами ссылки в описании далее кларк описывает поездку в город елец в то время находившийся составе орловской губернии но сам орел он так и не заехал раз уж есть упоминание про орловскую губернию то не могу не сделать отсылку к нашей экспедиции к пирамидам орловскую область ссылка на фильм как обычно в описании читаем далее мы проехали николаевку и покинув тульскую губернию въехали как нам сказали в орловскую губернию в берлинском атласе город обозначен как орел мы направились село петровская пальня и были поражены открывшемуся взору картиной брюс писал что видел такое в африке на довольно большом расстоянии от нас показались вертикальные колонны песка который как нам казалось уходит верхушками в облака они двигались в сторону горизонта с удивительной быстротой наш слуга грек из константинополя рассказал что такой ураган унес ребенка найденного позже с переломанными конечностями проехав деревню помянутую выше мы прибыли в елец большой и довольно длинный город с мощенными улицами расположенной между рекой давший ему свое название и рекой сосной этот город сгоревший дотла в 1745 году был заново отстроен он стоит на высоком и крутом холме жители успешно торгуют пшеницей и домашним скотом в этом краю процветает сельское хозяйство густые леса растут вокруг население ельца состоит из пушкарей стрельцов ремесленников и торговцев которые привозят товар из москвы и украины и ведут торговлю на внутреннем рынке снабжая свой и соседние города в том числе продавая мед и кожи число индивидуумов принадлежащих короне и выплачивающих подать достигает двух тысяч трехсот двадцати трех человек мы осмотрели несколько работающих кузнец и нам сказали что одних только кузнецов и рабочих по железу здесь около двухсот и лет славится своими кузницами большая часть железа поступает с разработки близ деревни вышний студенец сейчас верхний студенец вся территория на несколько верст вокруг этого места насыщена железом который находится буквально на поверхности местные жители снимают лопаты верхнюю часть грунта пока не покажется руда но так как грунт состоит из глины и песка по мере углубления в шахту свод может легко обрушиться поэтому проход делают очень узким и работать в нем крайне сложно добычу ведут роя вертикальный колодец без отвода горизонтальных или наклонных проходов в районе уткина на восточном берегу дона на холмах с тем же названием есть разработанные шахты но железо там хрупкое и плохо отсортированы качество металла выходит очень плохое в туле например на железо плавильных заводах тщательно сортируют сырье поэтому железо выходит намного лучшего качества на улицах ельца я наблюдал наваленные груды камня предназначенного для строительства камень мне показался пористым местами дырявым будто объеденным морскими обитателями он похож на известняк найденных на берегах москвы реки на высоких берегах реки просматриваются равномерные и массивные слои такого осадка вскоре у меня появилась возможность показать что такую же картину можно наблюдать на всем протяжении равнин от каспийского и азовского морей в сторону черного природные памятники существовавшему тут когда-то океану покрывающего раньше тартарию и воды которого постепенно понижались на протяжении нескольких веков еще и сегодня заметны в каналах константинополя и черного моря здесь поясню что в то время было модно рассуждать про всемирный потоп но с этим вопросом мы разбираемся фильме был ли потоп и причем тут кислотные дожди ссылка также в описании и в конце главы наши путешественники едут в задонец ныне задонск через изволье проезжают село хлебное в наши дни хлебная а потом через село старое животкинское сейчас староживотинное и прибывают в воронеж пожелаем им пока доброго пути и если будет интересно продолжим читать его записки в следующих фильмах друзья если вы живете или бывали в селах и городах упомянутых эдвардом кларком расскажите в комментариях узнали ли вы что-то новое об этих местах как сильно они изменились и насколько ваши впечатления об этих местах соответствует описанному кларком а нам согласитесь есть над чем поразмыслить и разобрать эту часть пути более детально например когда кларк описывает здания и церкви он говорит об их красоте и величии но совсем не удивлен необычностью их архитектуры а производственных зданиях так вообще ни слова значит ли это что здания во всем мире были похожи так как до катаклизма существовала единая архитектурная школа зачем вообще англичанин посещал наши военные заводы вроде бы все передовые технологии в англии того времени уже есть или все же оставались какие-то секреты в русском шеффилде тули видимо не все итальянцами было построено где-то они опоздали не случайно кларк восхищается состоянием дорог ростом и быстрым восстановлением городов русской печью да и вообще наши предки оставили нам много поводов чем гордиться но об этом уже в следующих сериях впрочем это уже совсем другая история а на этом друзья с вами не прощаюсь впереди еще много всего интересного благодарю вас за внимание за то что досмотрели до конца всего вам доброго скоро увидимся до скорых встреч